Зелёный кошелёк И наша школа являлась практически почтовым отделением К нам все книги приносили только люди Ни почта, ни какие-то там спецбандероли Всё пришло только через людей Передавали, везли там по зимнику Самолётами и пароходами Нелёгкий путь проделали не столько книги Сколько настоящие произведения искусства Мягкие, из ткани, вязаные, плетёные Каждая поражала и внешним видом, и содержанием Экологические сказки, что говорится, брали за душу И побежал купаться на речку Вы вдруг видят, что тут? Скажите, что тут? Мусор! Мусор, правильно! Боже ты мой, сколько мусора! Дети со взрослыми это как-то вот настолько почувствовали Здесь столько, ну, боли щемящей Потому как мы с природой неправильно относимся Вообще им удалось Я как редактор скажу, я слёзки пускала Над их историей И радовалась благополучному окончанию В сборник вошли лучшие сказки со всего края И пусть тираж небольшой, он уже разошёлся по красноярским школам и даже детским садам Яркие картинки, необычные корочки, что как не волшебная книга может привлечь внимание самого непоседливого малыша Как никто понимая это, воспитательница одного из красноярских детских садов начала для своих малышей создавать необычные книжки своими руками И, конечно, не могла не откликнуться на конкурс Как признаётся Надежда Ивановна, оформление экологической книги ей далось легко А вот над смыслом пришлось основательно подумать Скажечный персонаж, зелёный кошелёк, учит детей беречь, любить природу, заботиться о ней То есть учит детей, ну, не навязчиво правилам поведения в природе То есть, а это, наверное, самое главное для нас Если мы посеем семечко разумное и в будущем оно вырастет во что-то большое То есть, значит, мы сделали хорошее, доброе дело В этом можно не сомневаться Сборник сказок «Приключения зелёного кошелька» – настоящий помощник в воспитании целого поколения ребятишек Собранная таким трудом книга достойна того, чтобы оказаться в библиотеках всего края и даже всей страны